На конкурс проектов памятного знака святым благоверным Петру и Февронии Муромским в Комитет архитектуры было представлено 10 скульптурных работ. В течение трех дней проходили общественные обсуждения. Любой желающий мог познакомиться с каждым вариантом в миниатюре и отдать голос за понравившийся. Все работы зашифрованы под номерами, авторов не указывали намеренно, чтобы голосование было беспристрастным. Потом к художественной оценке работ приступило жюри. Члены комиссии рассматривали пластическую выразительность композиций, соответствие тематике, а также, как каждая скульптура впишется в городскую среду. Поскольку тема эта уже давно в России опробежена, то есть много городов уже имеют подобные композиции, то есть много уже людей работали творчески, интернет полон картинками, поэтому очень сложно будет, конечно, найти какое-то новое видение вот этих персонажей. Тем не менее, авторы предложили разные вариации на тему семьи, любви и верности. Кто-то посадил Петра и Февронию на коня, кто-то в ладью. Большинством голосов, а также решением комиссии, были определены три лучшие работы. Третье место было отдано работе Анатолия Киреева. Сам скульптор живет в Железногорске, но неоднократно предлагал проекты по благоустройству Курска. Над своими Петром и Февронией он работал около трех месяцев. Самое сложное, по признанию автора, было решить, изображать главных героев как святых или как обычных людей. Так как памятный знак установят в сквере перед ЗАГСом, Анатолий Киреев решил изобразить Петра и Февронию в период их земной жизни. Они одеты в традиции 13 века. На нем кафтан, плащ, шапка, софьяновые сапоги. На ней платье в пол с узорной вышивкой длинная накидка. Настоящие русские князь и княгиня. Скульптор запечатлел их в главный день их жизни – бракосочетания. На руке у святой целуются голуби, символизируя верность и чистоту. По канонам русской православной иконы и скульптуры создал свою работу Владимир Бартенев. Он известен как автор ряда сюжетных бронзовых композиций в нашем городе. Петра и Февронию он изобразил в двух ипостасях – и как святых, и как влюбленных. Поскольку рядом дворец бракосочетания молодежи, я счел уместным сделать колечко, которое в этот момент, в момент их бракосочетания, Петр дает Февронию. В нарядах традиционный русский орнамент подчеркивает величие святых. Владимир Бартенев стремился уйти от портретного сходства с известными ликами, чтобы создать собирательные образы главных героев композиции. Его работа заняла второе место. Скульптура вызвала большой интерес у простых горожан. За это Бартенев получил даже приз зрительских симпатий. Я хочу поблагодарить тех зрителей, которые пришли на конкурс. Это уже приятно, что людей было много, люди не остались равнодушными. Хочу поблагодарить тех людей, которые приходили и проголосовали за мой проект. Святослав Третьяков, как говорит сам, решил поучаствовать в конкурсе проектов из профессионального интереса. И даже не ожидал, что его работа вызовет такие бурные обсуждения и привлечет к себе максимум внимания. Первое, что я хотел передать, это святость, потом союз двух сердец Петра и Февронии. Очень сложно, конечно, делать двухфигурную композицию. И надо было учитывать и то время, в которое они жили, и характер их, и исцеление, почему две руки вместе. Помимо покровителей семьи и брака, в глаза бросается высокий крест, символ православия. Это не случайно. Каждому русскому человеку близка духовность, считает скульптор. Именно Петр и Феврония в исполнении Третьякова, по мнению комиссии, будут подходяще смотреться в городском ансамбле. Этой скульптуре присудили первое место. И именно она в скором времени будет встречать молодоженов в Сеймском округе. Установить памятный знак святым планируют к началу июля.